В Истринском и Клинском районах Московской области продолжается расследование убийства 19-летних студенток Маргариты Юркус и Ольги Кряжевой. И вот новый поворот событий в этом громком деле. Выяснилось, насильник сам позвонил следователю. Он хотел получить вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступнике. Увидев по телевидению репортаж об убийстве, Вадим Григорян рассказал своим родственникам о том, что знает убийцу. И всю вину свалил на своего якобы сообщника, 28-летнего подмосковного предпринимателя Эдуарда Ронета. Напомню, вечером 12 июля девушки возвращались домой в Химки с садоводческого товарищества «Платон». Они направились к Ленинградскому шоссе, чтобы поймать попутку и добраться до Москвы. Серебристый седан остановился рядом с подругами. За рулем оказался тот самый Григорян, который, прикинувшись таксистом, предложил отвезти их в Москву за скромную сумму. Их тела нашли через два дня в 40 километрах от товарищества у забора детского лагеря «Рябинка». Рядом с телами девушек сотрудники полиции обнаружили пять презервативов. Григорян продолжает утверждать, что это Эдик заставил анонировать его в презервативе. Преступник до сих пор не понимает, что его следы можно найти не только на презервативах, но и на одежде погибших. У Ронета, в свою очередь, оказалось алиби. О научной ставке он не признал своим знакомым Вадима Григоряна.